Уважаемые избиратели, действующая власть обманула ожидания десятков тысяч жителей Ульяновской области, поддержав повышение пенсионного возраста. Здравоохранение находится в плачевном состоянии. Люди вынуждены покупать за свой счет даже самые простые лекарства. Мы наблюдаем постоянный рост цен на тарифы и продукты питания. 9 сентября приходите на избирательные участки и проголосуйте за альтернативу действующей власти за кандидата от ЛДПР. Справедливая Россия требует. Расходы на ЖКХ не должны превышать 15% дохода семьи. Голосуй за закон Справедливой России. Выбирай справедливую власть. Справедливая Россия требует. Ограничить аппетиты нефтяных магнатов. Остановить рост цен на бензин. Голосуй за закон Справедливой России. Выбирай справедливую власть. Справедливая Россия требует. Прекратить навязанные поборы за техосмотр. Отменить транспортный налог. Голосуй за закон Справедливой России. Выбирай справедливую власть. Уважаемые земляки, я Алексей Куринный. 9 сентября состоятся выборы в 50 регионах нашей страны. Это реальная оценка действующей власти как на федеральном, так и на нашем региональном уровне. Доверяете ли вы правительству Российской Федерации с его людоедскими реформами и повышением пенсионного возраста? Доверяете ли вы команде действующего губернатора с процветающей в области коррупцией? И если ваш ответ нет, тогда ситуацию надо срочно менять. Единственной политической силой, способной реально осуществить давно назревшие перемены в нашей области, является Коммунистическая партия Российской Федерации. КПРФ – это партия, которая давно не дает покоя проворвавшимся чиновникам и местным олигархам. КПРФ – это партия, которая сражается. Именно против КПРФ развернута массивная лживая кампания и создано сразу две партии-обманки со сходными названиями. Не ошибитесь в своем выборе. КПРФ номер 6 в избирательном бюллетене. 9 сентября. Время менять власть. Справедливая Россия против повышения пенсионного возраста. Партия предлагает альтернативный закон – отменить пенсионные баллы, начислять пенсии, учитывая трудовой стаж и размер зарплаты. Голосуй за закон «Справедливой России». Выбирай справедливую власть. И снова добрый вечер в прямом эфире «Вести Ульяновск» в студии Ксения Грищенко. Смотрите выпуски. Заменить разметку, проложить новый асфальт на Тимирязево. О результатах осмотра улицы Роза-Люксембург узнаем скоро. Изрядно потеют вместо обычных игр и занимательных занятий. Артем Петров побывал на спортивной смене летнего лагеря. Безопасность, скорость, качество. В Ульяновске пробуют новые операции и новые протезы тазобедренного сустава. Губернатор Сергей Морозов вновь уделил внимание Ленинскому району. Глава региона интересовался делами в 21-й школе. А затем проинспектировал благоустроительные работы на улице Роза-Люксембург, 18. Эдуард Истомин с подробностями. Свой объезд губернатор начал с посещения 21-й школы. Однако речь шла не о ремонте учебного заведения. Главная тема – благоустройство. Сергей Морозов дал указание обновить разметку на дороге возле школы. Были и другие поручения. Значит, здесь построить хороший завездной карман для автомобилей, для разной техники – такое решение сегодня найдено. В будущем году также заменят асфальт возле школы. Но есть и более глобальные наметки. Речь идет о ремонте улицы Тимирязева. Пока же ведутся работы во дворах. Дом на Роза-Люксембург, 18 попал в проект по формированию комфортной городской среды. Что по этому двору? Когда начали, когда завершим? Когда 1 сентября должен завершить. А когда начали? Начали неделю назад. Неделю назад. То есть нет такого, как в некоторых районах, о том, что в июне месяце разворотили и потом... Нет, 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 молодцы. Попасть в проект было непросто, признают активисты дома. Ради этого пришлось плотно поработать с депутатами, как городскими, так и областными. Но деньги на благоустройство выделили, а это почти 3,5 миллиона рублей. Будет большая детская площадка с установкой детского оборудования и частично спортивное оборудование. Малая детская площадка, песочница, тут белевая площадка. Но самое главное – это асфальт. Жители дома также финансируют работы в размере 5 рублей с квадратного метра. Но деньги эти не лягут дополнительным бременем на их кошельки. Их перечислят со статьи содержания «Текущий ремонт». При этом тариф повышать не будут. Эдуард Истомин, Александр Абрамов, Весть, Ульяновск. Новую методику эндопротезирования тазобедренного сустава начали применять ульяновские медики. В региональном центре специализированных видов медицинской помощи их делают с 2012 года. В первом же отделении после обучения всех врачей в Санкт-Петербургском университете травматологии и ортопедии проводить вмешательство начали с 2017. Протезы здесь поставили уже двум сотням пациентам. Сейчас опробовали новый образец швейцарского производства. Протезы одни из самых хороших. Причем мы поставили протезы с парой трения керамикополиэтилен. То есть это одна из лучших пар трения. Их выживаемость, этих протезов, то есть не менее 15-20 лет. То есть пара трения керамикополиэтилен – это одна из лучших пар трения, которая дает меньше всего всяких осложнений, в отличие от пары трения металл-металл или пара трения металл-полиэтилен. Это ноу-хау значительно облегчило жизнь ульяновцам, страдающим такими заболеваниями, как кокс-артроз, асептический некроз головки бедренной кости и другими заболеваниями суставов. Операция пришла нормально. Мне прямо, извините, мне прямо стало легко. У меня вот до этого нога ломила. Ужас один. Сильно ломило. А сейчас прямо я хожу. Осложнений при таких операциях и после, как правило, не возникает, только если есть особенности развития самих костей пациента, из-за чего затрудняется доступ к больному суставу. Уже завтра в регионе стартует международный авиатранспортный форум. Проводится он раз в два года. И в 2018-м Ульяновская область примет ведущих специалистов авиационной отрасли из России и иностранных государств. На этот раз основной темой форума станет подведение промежуточных итогов работы авиационной отрасли России. Ведь именно продвижение воздушно-транспортной артерии страны имеет колоссальное значение для социально-экономического развития. В региональном правительстве заявили, что ключевым событием программы МАТФА станет форум авиационных регионов, где руководители субъектов России обсудят возможные формы кооперации и сотрудничества для совместного развития отрасли и своих авиационных активов. Завершится авиатранспортный форум 18 августа, в день воздушного флота страны. МАТФА всегда был приурочен к дню воздушного флота. И это финальные мероприятия, которые пройдут 18-го в субботу. Безусловно, открытые мероприятия. Это и летные программы на всех площадках города, начиная от музея гражданской авиации и аэропорта ДСАФ, заканчивая, безусловно, новым городом, площадкой нового города, где пройдут праздничные мероприятия, посвященные этому великому празднику. Именно в Заволжье пройдут тематические и культурно-массовые мероприятия. Это работа различных площадок, выступления местных творческих коллективов, награждение победителей конкурсов, стен газет и поделок. Но главное – это день открытых дверей на заводе «Авиастар-Испе» и открытый городской фестиваль «Высший пилотаж». Конечно же, в программе будут звезды, победители конкурса «Новой фабрикой звезд» «Гузель Хасанова». И завершит программу вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица». Ровно в 22 часа праздничная программа завершится красочным фейерверком. Летняя оздоровительная кампания завершается. В одних лагерях уже на этой неделе, а где-то на следующей. Но не везде лето, это только отдых. Например, в Акшуатский «Сокол» приезжают, чтобы усердно потренироваться. Заключительная смена сезона собрала рекордное количество юных спортсменов – 210 человек. А вот как они проводят там время, знает Артем Петров. Кикбоксеры, тэквондисты, легкоатлеты, дзюдоисты и представители других видов спорта – все они традиционно готовятся к началу сезона в спортивном лагере «Сокол». Здесь только юниоры, но летние сборы у них проходят равно как у профессионалов. Спа-маркой успевают еще и отдохнуть перед стартом учебного года. Это сложно назвать отдыхом и сложно назвать тренировкой. Это совместно, как бы два в одном. То есть это и отдых параллельно с тренировками, причем с интенсивными тренировками, которые как бы в городе невозможны такие. Мы ездим в лагерь не просто отдохнуть, это у нас проходит как тренировочные сборы, как уже у профессиональных спортсменов. И, конечно, с приходом нового сезона у нас больше сил, чем у других клубов, и мы выигрываем. Свежий лесной акшуатский воздух помогает и юным, и легкоатлетам. Пока парни получают тренерскую установку на очередной марафонский забег, девушки уже выполнили задание и отправились в бассейн на следующий этап занятий. А здесь у нас больше происходит процесс восстановительный, но достаточно объемный. Потому что у нас впереди осенний сезон. Мы как бы объемы, которые мы здесь наработаем, мы потом будем использовать в дальнейшей подготовке. Проживают будущие чемпионы в деревянных домиках в среднем. Каждый из них вмещает по 5-8 человек. Живем хорошо, у нас в комнате 5 человек, соблюдаем гигиену, дежурим каждый раз по очереди. На часах 13.00 перерыв в тренировочном процессе. Спортсменам необходимо восполнить утраченную энергию. Для этого они отправятся в столовую, где уже готов полноценный обед. Питание в Соколе. Пятиразовое. У нас 10-дневное цикличное меню. Это у нас составлено уже сделанное все санспедстанцией. Мы никак не можем нарушить меню. Как есть, так и есть. Мы начинаем готовить цикличное меню ежедневно. После плотного обеда тихий час и снова на тренировку. До конца смены осталась всего неделя. А новый спортивный сезон стартует вместе с учебным годом. Артем Петров и Денис Миронов. Вести Ульяновск. Из Барышского района. Пережила войну. Долгие годы работала на автомобильном заводе. Сегодня одна из жительниц Засвияжья отмечает 100-летний юбилей. К виновнице торжества заглянула и съемочная группа программы «Вести Ульяновск». Родилась в середине августа 1918-го на территории современной Нижегородской области. А в 40-е вместе с мужем переехала в Ульяновск. Трудилась на автомобильном заводе. Много лет стояла у станка. А потом еще работала в охране на заводе. Рассказывает Наталья Максимовна. И вспоминает обо всем, словно это было только вчера. Все, ну, проработала на заводе. Была здорова. Везде пшелали. Везде было. Ну, торгов было. На лесу сработки было. На хопах было. Ну, везде было все. Все здорово было, работало все, безотказно. В большой семье выросло трое детей. Старшая дочь и два сына. В день юбилея последняя рядом с матерью. Супруг, к сожалению, ушел из жизни в самом конце 1999-го. Тогда-то у бабушки начались проблемы со здоровьем. Долгие годы она частично парализована. Но сохраняет ясность ума. Следит за новостями по телевизору, до недавних пор читала. Сил дает большая семья. У бабушки Наташи уже праправнуки есть. Все почти в Ульяновске живут. Все в Ульяновске. Вот трое детей. Сколько уроков? Ну, что? Шесть внуков. Шесть внуков. А правнуков? Ой, правнуков. Сейчас уже не считаешь. Одиннадцать? Ну, правнуки и... И два праправника. 15 августа, в день векового юбилея, Наталью Максимовну поздравляли родные и соседи. Руководство ТСЖ заявило. Гордимся тем, что в этом доме есть столетняя жительница. Теплые слова и подарки в этот день от городских и областных властей, от общественных организаций. Жизнь у вас была достойная, серьезная. Вам всего самого наилучшего. Чтобы у вас все было хорошо. Чтобы вы еще... Мы с вами встречались ежегодно. На ваших дальнейших юбилеях. И чтобы у вашей семьи было благополучие. У Натальи Денисовой ряд наград и благодарностей за доблестный труд и юбилейные медали, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. И на этом эфир нашей программы подходит к концу. А я прощаюсь с вами и желаю приятного вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Температура воздуха ночью по области от 8 до 13 градусов. В Ульяновске 11-13. Завтра днем по области 27-32 градуса. В Ульяновске 29-31. В лесах большинства районов области сохраняется пожарная опасность 4 класса. Местами 5. В Ульяновске 29-32. В Ульяновске 29-32.